Согласно исследованию ученых из Университета штата Флорида, Геологической службы США, Института океанографии Скрипс и Океанографического института Вудсхоле, мощные штормы могут быть источником землетрясений, магнитуда которых может превышать 3,5 балла. Штормы порождают сильные океанские волны, которые могут взаимодействовать с подводными банками, участками дна с малой глубиной, расположенными у края континентального шельфа. Такие взаимодействия приводят к возникновению источников сейсмических колебаний. Для этого явления ученые предлагают термин «штормовые землетрясения», «стормквейкс». Сейсмолог и геофизик Фань Винь Юань и его коллеги проанализировали данные сейсмических и океанографических исследований за 10 лет и обнаружили связь между сильными штормами и интенсивной сейсмической активностью вблизи границ континентальных шельфов. В частности, они обнаружили свидетельство более 10 тысяч штормовых землетрясений в период с 2006 по 2020 годы на шельфе Новой Англии, Флориды и побережье Мексиканского залива в США, а также на шельфе Новой Шотландии, Ньюфаундленда и Британской Колумбии в Канаде. Океан может служить источником сейсмических колебаний, как и земная кора. «Самое интересное, что сейсмические источники, вызванные ураганами, могут длиться от нескольких часов до нескольких дней», — говорит Фань Дэни Юань. Команда разработала новый подход для обнаружения и определения местоположения сейсмических событий и определения, является ли сейсмическое событие штормовым землетрясением. Типичными источниками штормовых землетрясений, по словам ученых, становятся крупные ураганы, такие как ураган Эйк в 2008 году, ураган Билл в 2009 и ураган Ирен в 2011. Однако не все ураганы вызывают штормовые землетрясения. Например, таких последствий не имел ураган Сэнди, самый разрушительный среди атлантических ураганов в 2012 году. Штормовые землетрясения наблюдаются только на определенных участках побережья Северной Америки. У берегов Мексики или восточного побережья Соединенных Штатов Америки, от Нью-Джерси до Джорджии, не было обнаружено ни одного штормового землетрясения, несмотря на то, что во время исследования в этих регионах было много сильных ураганов. Это говорит о том, что штормовые землетрясения находятся под сильным влиянием местных океанографических особенностей и топографии морского дна. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok